Очень повезло. И он по-прежнему ведет в счете с перевесом в 5 очков. Итак, наблюдаем следующую партию. Наверное, последнюю партию с контролем 3 плюс 2. Снова вариант Робинштейна. Снова французская защита. И снова упрощается позиция в центре. Манчестер ведет со счетом 2-0 уже против Аякса. Гол забил Мхитарян и радуйся Армения. Браво! Браво Мхитарян. Замечательный совершенно полузащитник атакующего класса. Играл в Дортмундской Боруссии. Ну, в общем, гордость Армении и всего нашего бывшего Советского Союза. Браво! Ну, а Манчестер, конечно, близок к успеху. А он в нашем матче лидирует пока, довольно уверенно, Сергей Корякин. Пешку на h2 только зевать, наверное. Хотя можно и зевнуть. Там ладья на 8 висит. И g3 угрожает. Можно ладью просто вывести пока. Слон а4 шаг. Тоже интересный ресурс. Ну-ка, ну-ка. А что на b5? Что на b5? Так. А если взять на c5? И на слон c5 слон бьет b5. Там зависают все черные слоны. Так. Любопытно, любопытно. Там правда слон... Да, dc. Слон b5. Серега, бей. Бей, не жалей соперника. Слон бьет b5. И, по-моему, выигрываем пешку просто. Просто выигрываем пешку. Так, минуточку. Еще раз. Слон b5. Аb. Ферзь b5. Да что ж такое? А, там конь d7 было. Ёлтки с палкой. Ну, собственно, Сергей сам хотел зевнуть вот эту фигуру. Но вот я предложил гораздо более решительно. Ну, короче говоря, в последний момент наш замечательный гроссмейстер заметил, что идея слон бьет b5 нехороша. Короче говоря, весь этот выпад со слоном на a4 оказался в никуда. В никуда. Конь g4. Стоп. Опа-на. Слон бьет f3. Грозит. И мат. Ой, Серега доигрался, кажется. Ой, Серега доигрался. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Такого падения не знали со времен. Падение берлинской стены. Что делать? g3. А на ферзь c6 что делать? А, там правда слон бьет c5 будет. Ну, в общем, тяжелая позиция у белых снова. Ну, что ж такое-то? Серега, Серега. Ну, кто ж так подкатывает, как говорит одна женщина в нашей рекламе? Кто ж так подкатывает? Ну, конечно, вместо вот этих метаний слона надо было по-человечески играть по центру. Ладью с f1 вывести, расставиться. Ну, в общем, вы знаете, Сергей сейчас просто вот как-то немножечко перенапрягся. И начал играть несвойственно себе манере. И там уже просчитываться. По мелочи стал просчитываться. Вы знаете, дорогие друзья, я очень надеюсь, что Сергей Корякин пройдет вперед. Но вот если Сергей встретится с такими бойцами, как Накамура, там ему такого не простят. Может быть, Георг Майер и простит сейчас, а вот Хикару такого не простит. H5. Ну, кстати, жесткое решение. А пешку на H4 еще? Пешку на H4 собираются метать? Ну, я думаю, что Е3-Е4 задумал Сергей. Именно поэтому он короля ставит на G2. Чтобы пешка Е3 оказалась развязана. Ну, Е4, да. И вот так уплотняется. Безусловно, перевес здесь непременно должен быть на стороне черных. Но все-таки... Кстати, может быть, пешку на H3 поставить, я думаю. Чтобы белый король всегда, всегда был в плохом состоянии. Пешку на H3 поставить интересная идея. Но думает долго Георг. Видимо, сомневается. Сомневается. Так, 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 так. Ну, слишком долго-то не надо думать. Тоже час... Я хотел сказать час 37. Минута 37. Да. Ну, вот в интернете пишут интересную версию. Сергей Корякин просто устал с непривычки смотреть монитор 4 часа. Но более смешного утверждения я никогда не слышал. Дело в том, что Сергей Корякин с юных лет, вот буквально с 8-9 лет, как раз тем и занимается, что смотрит в монитор и не 3-4 часа, а примерно 18 часов в сутки. Сергей настолько маньяк и фанатик шахмат, что, поверьте мне, что в монитор компьютера он смотрит уже в совокупности, ну, больше, чем, я не знаю, некоторые другие гроссмейстеры вместе взятые, там, многие. Вот, так что этот человек с компьютером, можно сказать, живет. Он от него не отходит. Я думаю, что он ест и спит рядом с компьютером. Так что для Сергея, как раз, поверьте, монитор, это его родное, родное детище, родное, можно сказать, друг и товарищ. Так, ну, что происходит за доской? Давайте я сейчас мышата заберу, а то мышь у меня куда-то улетел. Так, пытаемся подменять ладьи. Конь идет на d4, чтобы вторгаться на e6. Но все-таки, мне кажется, что где-то f6, f5 может последовать. Вот такой неприятный вскрытие игры. Слон с b7 будет давить, давить на белого короля. Я по-прежнему оцениваю позицию в пользу черных. Могу, конечно, ошибаться. Могу свои опасения выдавать за действительную. Ну что, пешка на e6 подвисает, это уже кое-что. Это уже интересно. Ладья e8, но если черным приходится играть так, тогда это хороший признак. Хотя, рано обольщаться, потому что черные могут сейчас сыграть f6, f5, и, в общем-то, напряжение по центру возникнет. Смотрите на белого королька. Королек-то у нас здесь не ахти какой. Укреплен он плохо. Вот переместить бы его куда-нибудь в район поля b1, на ковре самолете, вот так вот взять мышкой, раз, и перелетел. Да только не позволяет нам правила шахмат, которые мы, конечно же, будем соблюдать. Пешка на e4, ферзь f3, а если все равно f5? Да, вот играя ферзь f3, Сергей обязан был видеть ход f5. Но у него, смотрите, есть конкретная идея. Пешку на e4 для хорошего человека не жалко. А вот ладью съесть это было бы приятно. Ферзь g6, ферзь g6, Серега, вперед, задвигаем и атакуем все слабости. Вообще все доедины. На e6, на f5 держим под контролем, на e4, кстати, держим. На g3 защищаем, блестящий перевод. Так, а что на конь e6? Минуточку. Конь e6. Неужели не проходит? По-моему, можно есть так. Секундочку. Это да, 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 это все хорошо. У нас тут какие-то... Нет, последовало конь f3. Ну, вы знаете, тоже отличная, отличная разгрузка. Я считаю, что здесь борьба сейчас начинается с новой силы. Правда, можно взять пешку на g3. Да, размен и слом бьет g3. Ну, вот, на мой взгляд, изменение позиций явно в пользу белых. Явно в пользу белых. И мы сейчас... Я полагаю, что Корякин заиграет на победу эту позицию. g4, g5 вообще есть простой план такой. Опять-таки, простенький-простенький, да, просто съесть слона. Ну, и ферз d3 с идеей ферз e3, кстати. И там ферзя выиграл. На ферз b6, ладья 8. Да, мейер заигрался. Ай заигрался. Смотрите, я опять назвал его мейером. Хотя он, конечно же, мейер. По-немецки он мейер. Ну, видите, как латинские буквы пишутся? Мейер. И мы вот так привыкли, опять-таки, читать вот это все безобразие. Ну, что, пешку теряют черные, да, потому что ферз e3 шаг. И, соответственно, держаться черным здесь уже совсем тяжело. И самое неприятное, что с позиционной точки зрения черные перекатаны. Перекатаны довольно серьезно. Ну, а4 есть. А, конь d2. Перевод коней e4. Тоже высококлассные действия. Я думаю, что мейеру здесь не устоять. Причем, независимо от того, как мы читаем вторую букву, в его фамилии, здесь все равно не устоять. Ничего не получится. И король плохой. И на e6 слабость. И, в общем, ферз попадает под удары. И времени мало. И соперник высококлассный. Ну, конь e4. Прилетели. Прилетели бойцы наши. Ферз f5, что ли, да? Ферз c7. Ну, а4. Можно издевательское такое действие сделать. Ну, хорошо. Ферз f3. Это попытка поставить вскрытый шаг. Вскрытый шаг. Король a8. Ну, как-то Серега еще немножечко соперника отпускает. Ну, конь c5, да? Конь c5. И куда пойдем? Сюда. Что такое? Король c8. А почему сдались? А, ну, там просто ладья бьет а6. Итак, сдался Георг Майер. И перевес Корякина становится еще больше. 11.5. Так ведет Георг. И, соответственно, не Георг. Простите, я оговорился. Так ведет Сергей. И мы сейчас начнем партию шахматы Фишера.